С 2016 года в нашу страну было ввезено вакцины больше, чем было необходимо, рассказывает врач-иммунолог Андрей Валянский. Остатки вакцины были изъяты из роддомов. И уже около нескольких недель в Украине не вакцинируют новорожденных, говорит врач. Это не первая ситуация. Такое уже было 5-6 лет назад. По вине фонда ЮНИСЕФ. Тогда в Украину не ввозились вакцины, в том числе и БЦЖ. Результаты заболеваемости за 2015 и 2016 годы были показательны, рассказывает специалист. Если заболеваемость у взрослых ежегодно снижается, если заболеваемость у подростков от 16 до 18 лет ежегодно снижается, то заболеваемость у детей не падает, а заболеваемость у детей младшей возрастной группы – это до года и от года до 5 лет. В течение этих двух лет, в 2015 и в 2016 годах, выросло вдвое. Ситуация, которая сложилась в 2021 году, может спровоцировать увеличение заболеваемости туберкулезом у детей. В Министерстве здравоохранения есть национальная группа экспертов, которая занимается расчётами по закупке вакцины. Однако эти расчёты не всегда достоверны, подчёркивает Андрей Валянский. У них есть формулы расчёта количества необходимых закупаемых и вакцин, и иных препаратов. И вот уже в этих формулах у них уже кроется проблема, потому что в течение пяти лет в Украине ежегодно снижается количество новорожденных. По словам эксперта, самостоятельно родители новорожденных приобрести вакцину в аптеке не могут. Она не поступает в аптечную сеть.